Как злой рок какой-то, влюбляюсь только безответно. Как только встречаю человека, который отвечает взаимностью, то в процессе теряю интерес. Максимум год хватает, на год хватает. Потом сама всё порчу и как-то неосознанно. Сейчас вышла замуж и есть совместный ребёнок. Снова начинаю терять интересы. Очень боюсь всё разрушить. Связано ли это с детскими обидами и недолюбленностью родителей? Или в другом причина? Заранее спасибо. Конечно, связано с детством, пережитыми травмами. Мы в детстве получали эти травмы. Были эпизоды, когда нуждались в теплоте, в нежности, в участии, в любви, в поддержке. А родители в это время были заняты другим. Когда получали, а когда и нет. И вот эти детские потребности остались неудовлетворёнными. И человек уже вырос, здоров, всё, уже взрослый. А эти детские потребности остались. Поэтому и получается, ну, как с протянутой рукой. Мы ищем этой теплоты, нежности. Почему? От других. Потому что сами себе не можем дать. Сами себе. Вот. Если развиваете самодостаточность, любовь к себе, и вы и проявляете больше любви, и другим людям, и у вас чувство развивается. И это нормально, когда создаётся пара, романтический период, конфетно-букетный период, да, романтика, месяц, два, полтора. Ну, а потом это, любовь, это уходит в заботу, в заботу друг о друге. И это естественно, что вот эти страсти, градус снижается. Но зато проявляется любовь в том, что не требуйте взамен что-то, да, не требуйте. Нельзя допускать вот такой арифметики какой-то, кто-то кому-то должен. Просто давать щедро. У вас внутренний мир очень богатый. Вы даёте, вы от этого испытываете чувства больше и больше. И остаётся только пожелать этой женщине любви. Чем больше даёте, тем больше у вас чувства любви. Вот как ни странно, да. И мы делаем всё не из жалости, а из любви. Из любви. И к нам приходит, даже сомневаться не стоит. К нам приходит. Любовь это всегда отдавать. Отдавать. И вы в простых вещах разберётесь сами. Никогда не оставляйте себе груз обид. Научитесь прощать. Вы научитесь любить, когда живёте в настоящем. В настоящем. Не оглядываясь назад. Не тревожно смотреть вперёд. А живёте в настоящем. Вы понимаете и свои чувства, и чувства других. Негативные чувства искажают восприятие жизни. Поэтому самое лучшее, это вот жить в настоящем. Не оглядываться и не всматриваться вперёд. Вы больше будете проявлять чувства, и ваши отношения будут только крепны. Они будут в таком здоровом русле. Уважение, понимание, доверие, партнёрство. Только в таком здоровом русле. Спасибо. Следующий вопрос касается воспитания детей. Очень просят вас ответить на этот вопрос. Продолжение следует...